Не собиралась есть ничего сладкого, но мальчишке предложили мороженого поесть. А то самое то место, Ваня, окажется в опасности. Прикиньте, настоящий орех внутри. Так там таких полно, это чё ж добро-то пропадает. Подожди. Давай. Вот такой маринованный чеснок. Решила попробовать 6 евро за банку. Я не уверена, что он будет вкусный, но очень надеюсь, потому что я люблю чеснок. Не удержалась опять. Ванёк не удержался. Так, прикиньте, идём сейчас в кустах. Тропинка. А, вот туда, вот туда, Артём. Всё, вот туда выходим. Всем привет, друзья. Мы приехали погулять в парк, и тут такая вкуснотища. Ещё не созрела. Вот созрела. Не, не созрела, не открепляется. Короче, ягоды много. Здесь, мне кажется, вырубали уже кусты. Пробовали избавиться от неё, наверное, чтобы она была не так сильно заслоняла здесь проходы. Ну, бесполезно. Ежевика распространяются просто. Вот, смотрите, целые грозди висят. Надо как-нибудь набрать ежевики и испечь пирог. С местной, ирландской. Вот, это сорвалась. Видите, какая ягодка. Ммм, вкусно. Не собиралась есть ничего сладкого. Но мальчишке предложили мороженое поесть. Так что мы... Нелона ест мятное. Ванька. Что-то типа бабл, вот это вот, жвачковое такое, да? Жвачковое, да. Вкусно? Вкусно. Идём гуляем, наслаждаемся. Знаете, уже такое дыхание осени чувствуется. Блин, так красиво у нас тут вообще. Ой, вертолёт летит. Это какой-то медицинский, мне кажется. Моя любимая часть парка. Знаете, такая немного... Где? Жёлудь. Бери. Опс, крышечка свалилась. Можем приклеить дома, бери. Потому что, Вань, вот над тобой это дуб. Это дуб. Ой, какие красивые. Стой. Подожди, я щас. Ты хочешь один? Нет? Не могу. Ещё один? Он не хочет, сказала. Что я возьмёт? Это возьмёт, я возьмёт. Это возьмёт, я возьмёт. Смотрите, правда, как красиво. Я хочу сказать, какие же разные всё-таки у детей вкусы бывают. Вот смотрите, Ваня ни за что в жизни бы не стал пробовать мятное мороженое, мне кажется. Я взрослый человек, и то для меня, знаете, в Ирландии очень много продаётся всяких разных шоколадок с мятной начинкой. Я понимаю, что не только в Ирландии продаётся, они продаётся везде, но в Ирландии их прям вот много. И моя мама, кстати говоря, любит горький шоколад с мятной начинкой. Для меня же шоколад с мятной начинкой, это вот взять шоколадку, намазать пасту зубную на неё и съесть. Вот примерно такие же ощущения, я вот терпеть не могу. И мне кажется, что мятное мороженое, я не уверена вообще, что я когда-либо его пробовала, мне кажется, что оно должно вызывать примерно такие же ассоциации. Но Нелона сразу сказала, что он будет мятное мороженое. И я это списываю на то, что всё-таки у нас, у всех, очень разные такие вот вкусовые, даже не вкусовые, вкусовые пристрастия. Знаете, это особенность кухни, наверное, в которой он вырос. Потому что, когда они ещё были меньше, я попала к ним в гости. Нелона и его младший брат ели такую острую еду, которая даже для меня чересчур, ну не чересчур, но прям острая. Они ели, не морщись даже, им очень нравилось. Мне кажется, что примерно такая же ситуация и с мятным мороженым. Видимо, вот этот вот вкус для них понятнее, чем для нас. Но я реально была удивлена. Я думала, что мятное мороженое, это скорее для взрослых. Там было, я вам показала, и с печенниками, и с шоколадом, и с шоколадной, и вот это вот со вкусом жвачки. Выбирай, не хочу. А он выбрал мятное. Вообще очень интересно, насколько мы в этом смысле отличаемся друг от друга. И ещё, знаете, я замечала, что Нелона, например, я его угощаю, допустим, пирожками с яблоками, да? Он ест, но я понимаю, я знаю, что для него это, ну, не самая вкусная история. Ну, то есть для него это, ну, так. Или даже не пирожки с яблоками, а, например, какие-то просто сдобные булочки. Потому что пирожки с яблоками, а он может, допустим, не любить яблоки, да? А какие-то просто сладкие плюшки. Видимо, для него эта выпечка совсем непривычна. Он просто не знает толком вкус этого теста. И, несмотря на то, что он практически всю свою жизнь живёт в Ирландии, он, по-моему, родился, Нелона, в Бангладеш. Но они очень быстро переехали в Ирландию. Мама его просто уезжала туда, грубо говоря, рожать, и потом вернулась обратно. Вот, поэтому... Не поэтому, а я к тому, что мама у них готовит в основном национальную кухню. У них дома очень пахнет специями. У них дома... Ну, вот заходишь, ты понимаешь, куда ты попал, скажем так. Для меня это вкусно. Но когда это вот разовая акция. Каждый день чувствовать этот запах на своей одежде. Карри, вот такой, всех вот этих вот специй. Каждый день для меня это слишком. Также, наверное, для него пирожки с яблоками. Он не понимает, или там блинчики, да? Он, например, не понимает, как это можно есть. Вот прям с удовольствием. Ваня, что ты хотел сделать? А куда ты мимо-то идешь? Я не пойму. Говорит, можно я сделаю? А сам куда-то пошел. Давай, залезай. Что-то он низкий, пенечка. Ой, нет. Мне кажется, Вань... Ой-ой-ой. Лучше, Вань, запрыгивай на него, потом спрыгивай, ладно? А то самое то место, Ваня, окажется в опасности. Ну, ты знаешь, я не буду делать это, я буду спрыгивать. Ну, ты знаешь, я не буду делать это, я буду спрыгивать. Я потихонечку пойду, они за мной подтянутся. Я потихоньку буду идти, а вы догоняйте потом. Главное, чтобы они спиной не рухнули оттуда. Блин. Вы знаете, чем хорошо с нейлона гулять, я никогда не боюсь его брать с собой, потому что он ребенок, который никогда не полезет туда, куда не надо. То есть я за него спокойна, мне не надо ходить его рыскать где-то, постоянно звать. Ему скажешь, не надо, он не идет. Скажешь, можно идти, он идет. То есть он очень в этом смысле для прогулок, особенно вот если учесть, что это чужой ребенок, да, очень удобно. Я знаю, что от него можно ожидать, что он не пойдет ни на какие там авантюры. Вань, посмотри, какая собачка. Как Ирюшка идет, собака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понятия, честно вам скажу, не имея, куда мы идем. Но здесь все дороги в любом случае приведут нас к выходу. Это не проблема. Вот это вот, помните, штука я уже снимала. Мы не знали, что это такое. Мама, по-моему, моя предположила, что это какой-то пыточный аппарат. Не помню. Но сейчас я не совсем понимаю, куда мы выходим, куда мы идем. Мне кажется, что вот поле, которое я вам сейчас покажу, это поле предназначенное для выгула собак. Оно никак не огорожено, но здесь, по-моему, стоят знаки, что здесь можно гулять с собаками без поводка. Сейчас посмотрим. Вот видите, такой знак стоит, и написано, что вы пересекаете сейчас зону, где собаки гуляют без поводка. Вот. Хотя чем эта зона отличается, например, вот от той зоны, я не знаю. Если она ничем не огорожена, так же собака может куда-то убежать. Вы помните, мы как-то с вами ходили. Так, сейчас я вам скажу. И увидели такие интересные плоды на дереве. Вот, по-моему, на том, на следующем. И вы написали мне, что это грецкие орехи. Так мы сейчас с вами посмотрим, что с ними стало, с этими грецкими орехами. Друзья, вон они, наверху. Я здесь. Пытаются он куда-то там залезть, перелезть. Так, я хочу поближе посмотреть. Вот, видите, висят. Вы мне написали, что это грецкие орехи. Так, что здесь? Нету в шаговой доступности. Не могу сорвать ни один, посмотреть. И здесь, по-моему, ни одного не валяется. Но они еще зеленые. Вот один довольно близко. Сейчас. Ить! Нет. Никак. Никак. Ай. У нас такой паровозик ездит. Вань, ты знаешь, что это волнац? Да. Не знаю. Так хочется взять один орешек, посмотреть. Сейчас вот какие-то. Но это маленькие внизу висят. Их нет смысла срывать. Вот, смотрите. Подержи, Вань. Вот это подержи, вот так. Ну и что, и как понять? Твердый. Я пробую 21, окей? Что попробуешь? 21. Так, я его разломила. Сейчас еще раз. Моя дело. О, веса, Вань, не хватит. Я попробую, что нельзя взять орехи. О! Смотрите. Блин, вот так вот на необитаемом острове будешь жить. Будешь отколупывать орехи. Прикиньте, настоящий орех внутри. Так там таких полно. Это что ж добро-то пропадает? Сейчас. Блин, уже ногти больно. Смотрите, я его пополам раздавила. Давай пробовать взять. И все, уже пополам. О! Прикиньте, это же орех будет. Просто они еще зеленые. Это волнат. Ты знаешь? Это зеленое, не готово. Но это волнат. Вау. И прикольно. Всем большой привет. Доброе утро. У Ванька сегодня очень важный день. Суббота. И у него матч. Он сегодня играет в фьерлинг. Счастлив, доволен, рад. Холодно. Холодно, ничего, сейчас согреешься. Давай, сели, встали, сели, встали. Сели, встали. А ты не стоишь. Я тепло оделась, кстати говоря. Но ты спортсмен, тебе куда тепло-то? А, все встали, а ты наши собрались. Сели, и подождали. Сели, и легли. Все легли, и подождали. Точно. Давай, вперед своим. Вот ты видишь синий и зеленый, значит, твои. Давай, вперед, как мы плакат увидели. Вы сейчас поймете, почему. Что этот клуб поддерживает какие-то сельскохозяйственные работники. Мы нашли кофе с Вовой. И чай, вернее, у меня чай. У Вовы кофе. Правда, такой себе, знаете, мне кажется, не очень будет вкусный. Кстати, не обращайте внимания на мой ноготь. Это после того, как я вчера чистила грецкий орех, он не отмывается. Вот, Ванек уже начал играть. Кстати, уже начался матч. Теперь нам надо понять, где он, Володь. Ванек пока на воротах стоит. Вся игра в другой стороне поля. Так, 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 так. Ого! Ванек подал хорошо как Так, друзья, сегодня Ванек, Ваньковская команда проиграла С счетом 2-0 Потому что когда мы почти их не трогали Нам им дали фри Когда у нас немного и дружит в живот Нам не давали фри В общем, Ваня считает, что тренер был Не тренер, вернее, а судья был несправедлив Вот, и штрафные не давал Про этой Противником Значит, Ванька сегодня ударили по ноге Покажешь, Вань? Очень сильно, я считаю У него прям тут, смотрите Такой вот синяк Говорит, щипет При пухлости есть и горячая Вань, а чем, клюшкой долбанули? Противники или свои, случайно? Противники Питали, думаю Ты думаешь? Пошли им Нет Ужас, бедный ребенок Но если будет болеть, Вань придется к врачу Уйти У тебя ресничка упала, Вань Будешь, Вань, загадывать? Подожди Так Подожди Давай Чтобы нога не болела, загадал Нет А что, что не загадал-то? Мы планировали в этом маленьком городке еще посетить несколько достопримечательностей Но у Ванька болит нога Мы решили его не мучить Я вам просто хочу сказать, что Раш Это такой небольшой городок Он в графстве Дублина находится Минут 20, наверное, мы ехали от дома до места игры Ой Вот Что еще хочу сказать? Это сельскохозяйственный городок Здесь очень много всяких разных ферм Здесь выращивают овощи, фрукты Не знаю, животных выращивают Может и выращивают, не знаю В общем, большинство жителей А жителей здесь на 2011 год было 9 тысяч Большинство жителей вовлечены в сельскохозяйственную промышленность Вот И когда едешь Вот реально Тут даже можно и в Википедии не смотреть Вокруг сплошные поля Капуста растет Там какая-то свекла, по-моему, судя по листьям Какие-то сельскохозяйственные машины ездят То есть вот прям такое, знаете, тут Гадалки не ходи И так видно, чем люди занимаются Вот такие вот дела Здесь из достопримечательностей есть две башни Которые были построены в 1800 Там каком-то, в начале 1808-й что ли Или шестой год Для защиты от наполеоновских войск Что здесь еще? Какой-то дом есть Не знаю, какой дом И церковь есть Даже не церковь, а аббат По-моему, аббатство какое-то Или как это назвать правильно, не знаю А пусть будет аббатство 1800 какого-то года Но, Ванька, жалко Не поедем Может быть, как-нибудь съездим отдельно сюда Это близко от нас Вот Не посмотрим Так что едем домой Мы тут еще в магазин заехали В Молдову Накупили всяких вкусняшек Магазин Укусняшек И Кэрри, Молдову Я закрою Открой, иди Кэрри Заходим Молодой человек Ну кто еще будет так встречать? Ну кто еще будет так встречать? Но только собачки Да только сладкие собачки Любимые собачечки Да, уф-уф Уф-уф Уф-уф-уф Показываю вам, что мы купили Всяких вкусняшек Взяла немножко нектаринов Вы знаете, взяла всего три Во-первых, они большие Во-вторых, у меня еще свежие воспоминания Как из нектаринов выползали чудище Вот, помидорки взяла Помидоры, я не думаю, что вкусные Вернее, я даже уверена, что они не вкусные Но какие были Огурчики, кстати, хорошие Такие вот свеженькие, пупыристые Вот, хорошие Дальше взяла сливы Сливы очень вкусные у нас Вот такие вот И, кстати, не дешевые Они стоят, по-моему, по 5 евро килограмм Если я не ошибаюсь Укропчик свежий, хороший Дальше мы с Ваньком Любители соленой рыбки Вот такой Взяли с ним Он себе еще пачку кальмаров Я как-то к ним уже равнодушна А вот рыбку такую очень люблю Дальше мой любимый сыр грибной Я покупала Помните, я показывала вам И вы мне даже написали Что это, по-моему, латвийский сыр Вот этот сыр из Молдовы Немножко другой Но он тоже очень вкусный Славленый сыр И это я сегодня впервые увидела Почему-то раньше не обращала внимания Это что-то типа Я так думаю Так Селедочного масла Здесь дело в том, что Слово селедка присутствует Блин, ноготь у меня вообще Ну правда Не подумайте, что это грязный ноготь Не оттирается вообще Это я вот так чистила орех Вот он вот вообще Ну что это Ужас Попробуем Не знаю Здесь ингредиенты Не написаны на Английском языке Поэтому я даже не знаю, что там Кроме селедки Никакого слова больше не узнаю Значит, купили баночку шпротов Грибочков Шампиньонов маринованных Это две пачки Таких вафелек У нас с вами иногда вафельки любят И вот такие вот шоколадные от Nestle Маленькими кусочками Может быть даже в школу будет брать Немножко, не знаю Купила молодой чесночок Вот такой маринованный Чеснок решила попробовать Блин, 6 евро за банку Я не уверена, что он будет вкусный Но очень надеюсь, что я люблю чеснок Квашеный, маринованный Посмотрим Так, дальше я попробовать Решила Аджапсандал Ну, насколько это может быть И банки Это баклажаны с помидорами И, по-моему, с перчиком Вот Дальше аджика А, нет, это острый соус с хреном Аджику я чуть не решилась купить Не знала, какую Вот Вова себе выбрал паштет Из гусиной печени И оливочки с огурчиком Наши любимые, мои Кажется, все Вот все наши вкусняшки Это мы просто по дороге С футбола заехали Сейчас пообедаем У нас уже время пол первого Что-нибудь откроем вкусненькое Сейчас чеснок, наверное, открою Попробую Вкусный, невкусный Знаете, он бывает иногда мягкий И от этого прям бе Сейчас попробую Очень надеюсь, что вкусный Не хрустящий Оно вкусное Знаете Такое ощущение, что он даже Не совсем маринованный А как будто немножко даже Квашеный Как я люблю Очень вкусно Начала уже в холодильник все складывать И поняла, что я еще не показала вам Это Вова Со скидкой не удержался Взял Хохланд Пачечку И середочку Я взяла Вот, теперь вроде бы точно все Я телефон не взяла Мамя, выйди, пожалуйста Крикни папишку Он на телефон взял Он на зарядке в офисе Собравись ехать мы гулять Встречаемся На зарядке в офисе Встречаемся с Артемом С его родителями Немножко погуляем Потом где-нибудь поужинаем Надеюсь Где-нибудь найдем местечко Потому что у нас сейчас, конечно же Аншлаг Хорошая погода Выходной день Сегодня суббота Напоминаю вам Но мы Постараемся Где-нибудь найти место Мы не оставляем Попытки Папу привели Чтобы нам этот орех Орех Ого Сбил Вань Так, давайте Папа, открывай А то я уже ногти себе испортила Смотрите Настоящий орех Да Ух ты Ничего себе Как в магазине Блин, класс Обалдеть Не знала, что внутри Яблока такого Оставь его Оставить его Оставить его Давай еще какие-нибудь Треснутые Поищи нам Зеленый, Вань Не срывай Зеленый бесполезно Этот тоже, мне кажется Немного недозрел Хотя Фиг знает Они, наверное, когда вот так Лежат Подсыхают Вообще больше орехов нет Нет, они еще вот Зеленые все висят Странно еще А вот О, а вот это там На, открой Открывается Что там внутри Ты его похрани так Да подожди Ну посмотри Что, у них есть, что ли Боим Червяков нет Не знаю Что, гнилой? Какой-то вообще Мерзкий Вот так смотреть Ну настоящий Грецкий Ой Грецкий орех Просто Он либо еще не созрел Либо перезрел Все, пойдем А то ждут нас, Вань Она спросила, что если это для детей То есть, я бы снял А вот Лично ты лица Держу вас Спасибо, большое Вам не кажется, что мы обожремся? Нет 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 Сейчас могу Не удержалась опять Ванек не удержался И Артем не удержался И Лена не удержался И Сережа, и Варя Только Вова у нас один Удержался от мороженого Мам, я ничего не ел То есть Ну да, Ванек мало ел Смыси не удержался Мне просто предложили мороженое Я согласен И ты не удержался Смыси не удержался А почему мне должен удержаться? Поможешь? Нет Сейчас наши машины нахотни стоят Да блин Это открытие Нет, ну можно перелезть А вдруг там тоже закрыто А там еще одни-ка Нет, да как я точно не перелезу Нет, нет Пришли ворота закрыты Ну пойдемте в тот вход попробуем Он мне кажется до 9 ты должен Да Кстати, закрыто Слушайте, ну а та-то парковка всегда открыта Которая, ну с той стороны Где мы выходим Да, да Ну ты там да не выйдешь Ну просто Да нет, я понимаю Ну просто там точно можно войти А, это да Ну ты представляешь, сколько нам сейчас обходить назад? Ну, представляете, сколько нам потом обходить Если там закрыть Ну я не знаю, решайте сами Ну вот тут можно перелезть Тут довольно Да вы с ума сошли Я тут не перелезу Так, прикиньте Идем сейчас в кустах О, вообще отлично Вот вам и тропинка Тропинка А, вот туда, вот туда, Артем Все, вот туда выходим А мы на основную идем Вроде бы А тут сейчас будет какой-то ров Это же надо снимать Да, я снимаю Но у меня такая камера А, у меня другая камера Ну ладно, я уже это начала Ну ничего, спустимся, наверное Тогда пойдемте направо Да нет, он мокрый такой Не, спустимся Не, он не мокрый У нас это А что только интересно Что дальше Пойдемте направо Не, не, пойдемте направо Здесь потом еще надо будет Куда-то карабкаться Пойдем Все, темно Хоть глаз коле Раньше здесь лампочки Помните, горели красивые А сейчас что? Все? Сейчас уже, пожалуйста Кирдык Класс, а мне бы хотелось Какого-то включения Нет, что давай Обойдемся без приключений Сейчас придем на парковку У нас машина не заводится Хочешь такое приключение? Нет, ты не треугольники На колесах Да И будьте добры 150 евро Говорит, а разобраться Он только в понедельник Потому что выходные Вот тебе приключения Нет уж, Володь Давай бери свои слова обратно А то знаешь Бойся своих желаний Сейчас дерево внезапно упало Ты что, с ума сошел? Она пришлось бы его обходить С другой стороны А давай просто тебя с Варей На плечах отправим С другого входа Входить и все Сразу Ваня, а то тебя в этой кофте Очень хорошо видно Надеюсь, что да Нас выпустят Площадка уже, видите, закрыта А люди все равно там гуляют Какие-то нарушители А давайте настучим И получим за это вознаграждение Так кто ж нам его даст А бесплатно стучать Мы не привыкли Я все равно давайте настучим Вижу такая себе Уже тут пригрелась Вижу, смотрю В ютубе всякие разные видео Сейчас посмотрела Ладно, не хочу эту грустную тему поднимать В общем Просто села, так расслабилась Мы много походили Знаете, немного подмерзли Потому что у нас уже холодно на улице Вот И тут Я вдруг поняла Что я не сказала вам До свидания Не доснимала Влог Я хотела вам, знаете, что еще рассказать Напоследок Вчера Даже не вчера Начну издалека Мы на протяжении, наверное, нескольких лет Уже в школе В нашей, в Ваниной Пытались организовать автобус Для того, чтобы он возил детей В школу И из школы Если уж не до дома До дома Это уж прям Роскошь Хотя бы вот до остановки Ближайшей к дому И у нас не получалось У родительского комитета Или у школы Не получалось организовать автобус То ли желающих мало было То ли автобусов не было Не помню, в чем было дело И тут в этом году Значит, нам в пятницу Присылают в родительский чат Сообщение О том, что Ура! Мы смогли Организовать автобус для школы Да не просто автобус Нам раньше говорили как Что если автобус И организуется То перевозка детей Будет осуществляться За счет родителей Это выходило примерно 100 евро в месяц На ребенка Не вру ли я? Нет, наверное, не вру Около 100 евро в месяц На ребенка Где-то так А здесь присылают письмо И говорят, что Удалось организовать автобус Да не просто автобус А автобус, который Субсидируется государством То есть вам придется Оплачивать всего 100 евро в год Не в месяц А в год Я такая радостная Такая счастливая Думаю, ну ничего себе Во-первых, это очень прикольно Мне кажется Ездить на автобусе С своими одноклассниками Это весело И вообще так классно Это раз Во-вторых Для меня нет проблемы Утром встать Отвезти Ваню в школу Или забрать его из школы Для меня есть проблема С парковкой Она не только для меня Она для всех родителей Наша школа Не предусматривает Большого парковочного пространства И паркуемся мы Друг на друге Там и на траве И под травой И где только не паркуемся Честное слово Чуть ли не друг на друге Утром еще куда не шло А днем Это просто ужас ужасный Я думаю, ну слава тебе Господи, проблема решилась Все, Ванек будет ездить на автобусе И следом нам за этим письмом Присылают расписание На какой остановке Во сколько будет автобус по утрам Движение начинается С 6 сентября То есть вот с этого понедельника Я смотрю расписание Не могу понять На какую остановку нам Ваню везти Потому что Я не знаю, честно говоря Как остановки называются здесь Наши, например, здесь остановки Называются вообще цифрами Просто у них нет названия Я посмотрела, значит, в гугл мапс И поняла, что К нам автобус не доходит То есть автобус будет проходить За две остановки Разворачиваться За две остановки От нашего дома От нашей остановки Я вообще, знаете Я под таким была Вчера Даже не знаю, как сказать Я Мне кажется, это так обидно вообще Я просто не понимаю Самое интересное Что маршрут этого автобуса Он построен настолько глупо И настолько неудобно Часть пути Практически половину своего пути Автобус будет проезжать в холостую Не делая остановки То есть вместо того Чтобы проехать по тому району Где живут дети А только в нашем эстете Живут как минимум 4 человека Из нашей школы Которые могли бы ездить Соответственно платить за это деньги Вместо этого он разворачивается раньше И на обратном пути практически Он едет без остановок То есть он делает такой круг небольшой Не доезжая до нас Понимаете, я Самое что интересно Когда мы подавали заявку О том, что мы хотим пользоваться Школьным автобусом Там была не просто заявка Мы писали адрес свой То есть они прекрасно знали Где мы живем И тем не менее Значит, часть детей Которая живет На определенных улицах Они достойны того Чтобы за ним приезжал автобус Он за ними будет приезжать А мы недостойны получается Хотя мы живем Буквально там В одной, наверное, даже остановке От Скажем так От последней автобусной Идти на ту остановку На которой автобус будет останавливаться То есть дальше от нашего дома Вообще не вариант Там очень узкий тротуар Идти нам туда минут Если пешком Ну минут, наверное, 15-20 В дождь В ветер По узкому тротуару Рано утром Но мне реально проще Сесть в машину Довести его до школы Также припарковаться Друг на друге Как я и паркуюсь Уже на протяжении Там, скольки лет В общем, я так расстроилась Сказать, что я расстроилась Ничего не сказать Я чувствовала себя Реально какой-то Ущемленной в этом В этом смысле Мне реально обидно просто Почему так Вова написал письмо Также в родительский чат У нас есть родительский комитет Который каким-то образом Есть коммуникация С директором школы И наверняка С этим автобусным всем предприятием Может быть Они как-то изменят маршрут Но вряд ли Потому что там в письме написано Что вам Вашим Если вы попали В автобусный лист В тех Кто Удостоился такой чести Ездить на автобусе То вам уже должны были прислать Номер места На который должен Вернее Номер места На который должен Садиться ваш ребенок Нам, естественно Ничего не прислали В общем Я очень расстроена Очень злая Считаю, что это совершенно Несправедливо И очень обидно Единственное, что радует Что может быть Чем больше детей Будет ездить на автобусе Тем больше будет мест на парковке Может быть Нам будет попроще парковаться Разве что так Так что очень обидно Очень обидно Просто до безумия Вообще Мне кажется И Ваня хотел бы на автобусе ездить Это реально Очень мне кажется Весело и классно Вот так вот Ну вот На этом, наверное, все Суббота закончилась Завтра я не знаю Какие у нас планы Завтра у Ванька Стартует регби Начинается сезон новый А дальше не знаю Что будем делать Если честно Увидим, посмотрим Спасибо всем большое За просмотр Я Вязать Крепкого вам здоровья Не болейте Встретимся в новых видео Пока Пока Пока